Еще раз всем большой привет, у микрофона Каби, продолжаем смотреть ТСЛ-8 И теперь у нас в программе финал нижней сетки Победитель всей нижней сетки играет против того, кто проиграл в финале верхний И кто-то это Сэрол, ну а нижнюю сетку выиграл Трэп Пройдясь в своих последних матчах по головам двух зергов Сделал он это в весьма интересной манере, в разной манере Кто смотрел, тот помнит Против Рейнера Трэп полагался на стергейты и на тайминги карьеров Но когда дело дошло до Рагнарока, он предпочел три раза отыграть очень жесткий адепт-пуш Вроде как даже все три раза играл Трэп через шесть гейтов В одном из сетов у меня были проблемы со соединением Поэтому я не увидел самой средней этой стадии игры подготовки пуш Но вроде бы по факту одним билдом в любом случае продолжался Но одинаково, третий Нексус, Иммортал и Пуш И собственно на этом игры-то и заканчивались Ну кроме одного сета, где был весьма интересный размен Но в общем если не видели, то рекомендую хотя бы вторую половину видео посмотреть Так знаете, сразу после рекламки И соответственно теперь Трэп выходит играть еще одну ПВЗ Если бы ему спросили его, наверняка он сказал бы, что находится в отставании из-за этого Поскольку ему пришлось уже показать много билдов И не осталось ничего в загашнике и так далее Но это безусловно отчасти так Сэрл как раз наиграл довольно много ЗВЗ О том, что он что-то показал в ЗВП, он вряд ли сильно жалеет Потому что Сэрл плюс-минус играет одно и то же Помнится в свое время, еще года с полтора-два назад он давал интервью Который он довольно метко объяснил Различие между ним и Рейнером Которое заключается в том, что Рейнер все время играет разные штуки А он Сэрл предпочитает играть свою тему И вот в этом-то разница в их подходах Действительно, каждый раз, когда Сэрлу позволяют Он преспокойненько выходит в лейт, играет в кучу караптеров И, наверное, лучше, чем кто бы то ни было реализовывает подобный гейм Трэп в этом уже мог убедиться, в том числе и на этом турнире И попробует что-то этому противопоставить Нам тем временем явно пора закрывать прогноз По технологии Ну и явно более популярным у нас был вариант Твайлайт Робо Который, собственно, оказался верным Давайте теперь быстренько попробуем переключиться на традиционный прогноз На результат Ну что ж, Трэп предпочитает играть в стиле своего билда с Рагнароком Из матча с Рагнароком А не своего билда из матча с Рейнером Посмотрим, что из этого выйдет Впрочем, насколько я могу судить В этот раз у Трэпа 4 гейта, а не 6 То есть это не совсем прям гилда с Рагнароком Сэрл при этом поставил Роуч Воррен У него ровно 40 дронов И ему, в принципе, примерно сейчас Надо бы понять, что там играет соперник Идет он в этих самых своих адептов или нет Для этой цели Сэрл залетает оверлордом Ну и вроде бы там мало что видит На самом деле Так, я сам начинаю мало что видеть Похоже, что у меня перегрев Я пошел за аккумулятором холода Это, к сожалению, значит, что я не смогу дальше Как царь комментировать, откинувшись на плетеное кресло Ну, да ладно Без этого, наверное, я как-нибудь смогу пережить Главное, чтобы Сэрл как-нибудь смог пережить То, что к нему сейчас приходит Но будто бы у него все в порядке У него уже в заказе 11 дронов Лэйр тоже почти готов Это что за... Это те самые реведжеры Рейнара, может быть? Помните, когда-то давным-давно Уже теперь давным-давно Но в ВЦГ в финале, по-моему, или в финале бедров Рейнар играл против Ниба И там каждый раз, когда Ниб его кушал Были очень прикольные три реведжера Которые обходили всю армию И снайпили призму Этот прием довольно редко применяется Но именно в тех играх Рейнар прям Очень здорово разбирался У нас прогноз опять на 30 минут Поражался Давайте его закроем пока Ничего себе там соотношение Прям хочется подтопить за трэпом Чтобы побольше булок подгорело Третий Нексус Со временем у трэпа Нам показывают соотношение потерь Там 9 адептов плюс-минусу никуда Дальше Блинг плюс один И похоже трэп собирается вообще играть Через Робобэя Через наземный состав армии Как мне пока видится Посмотрим, как будет на самом деле Поставлю шпиль И трэп не успел это увидеть Его иллюзия То ли закончилась То ли погибла Буквально за считанные Клетки Дрэппиксели Дрэппсекунды Короче, не долетела иллюзия Не важно, как в этом экранном пространство Времени вы выразите Насколько именно Посмотрел я тут, кстати На досуге в отпуске Сериал Основания Очень прикололся с расчетов формата Сколько нам лететь до планеты Терминус? 26 световых лет О, это значит Всего лишь 400 с чем-то там дней Кстати, нам не дадут корабль С прыжковым двигателем И через несколько серий У нас проблемы И через два дня Прилетает имперский корабль Который засек отсутствие сигнала Сигнал, видимо, еще 500 раз быстрее скорости света Передается Не знаю, что за клевый такой сигнал В общем Наверное, хотелось бы Чтобы Азимова С чуть Большим знанием Хотя бы поверхностном Физике Экранизировали Хотя я уже не помню Я его читал настолько давно Может быть Там было столь же Абсурдно все Типа так Ну давайте объявим Что это квантовые технологии Тогда все должно сходиться Ну да ладно Скорость Бейна Тем временем готова У Серла Он, естественно, понял уже Что играет Против наземного состава армии Поэтому Приспокойненько Сам играет У Равиджера Линга Бейна С подстройкой муты Как в последнее время В принципе Серла очень часто делает Трэп это в каком-то смысле Заранее за контрол Потому что у него есть Блинк Изначально После Глайлов Сразу сделано было Я думаю, кстати Именно поэтому Выбирает Такую технологию Что многие зерги Сейчас Подстраивают Потом муту И реально Есть смысл Иметь блинк Чтобы вообще У тебя было хоть как Контример Иначе мута Ну гг Не очень хочется Так Рандомить По важному матче Ну и в итоге Его сталкеры между прочим Очень неплохо Справляются Помню когда-то Году Это в 2014 Я пытался Алекса проверять Тоже на прочность Под заказами мут И каждый раз Был вот похожий Результат Когда что-то Он просто Варпул сталкеров И почему-то Уже отбился В плотине Это так Почему-то Не работало Но в матче Типа Алекса Стабиль Именно так Все и заканчивалось Контроль Да Почти уровня Рагнарог Кто только Не забудьте Что Рагнарог Играл стрэпом На Корее Тут мальчики На Америке Такое Да Мута виски Как-то Практически Афк Сейчас веселье Преуспел их Сорвать Ну и вот так Нападает С трех сторон Нидия Синхронно Прямо скажем Главное Бейна Прокатываются Куда-то там Мимо всего Катаются Мимо имморталов Принимают Для себя урон И Следовательно Роучер Райвенджеры Имеют Очень много Времени Пострелять Или поплеваться И побросаться Всякой фиге Своей Которая У них Видимо Внутри Где-то В топке Производится В итоге Сэрл Выигрывает По сражению Но Мне кажется Ведь именно Поэтому Трос Тосы И не любят Играть В землю Да Я помню Очень много Таких игр Было В прошлом Когда Да Просто В принципе Непонятно Как Тосом Выигрывать Подобные Сражения Если нет Или гениальных Хорсфилдов Или Рандомных Сфер Дезраптора Или Ну не знаю Каких-то Штормов Которые Прямо Успели Во все Войти И ни один Бейлинг Не докатился Такое Редко Бывает Вангую Что Трэп Или будет Играть Шесть Гитов Адепта Или Переключиться На Старгейн Потому Что Что-то Сэрл Эту Проверку На Прочность Прошел Уж Очень Надежно Ну Что ж Тем Интереснее Будет Смотреть Дальше Второй Сет Это будет Карта Глиттера Ренешес Матч В формате До Четырех Попет В финале Нижней Сетки Нет Никакого Преимущества Преимущество Дается В гранд Финале Тому Игроку Который Еще Не Проигрывал Ни Одного Матча Здесь Каждый Проиграл По Одному Так Что Условия Считаются Номинально Равными Так Что Полноценные Четыре Карты Нужно Выигрывать Что Одному Что Другому Влево В нижнем Углу Появляется Сэрл В правом В верхнем Углу Появляется Трэм Не удивлюсь Как я уже Говорил Если На этой Карте Мы Видим Старгейт Насколько Я помню Как раз Против Рейнера На Гриттере Нашес На Хардвайер Трэм Игрался Старгейт В быстрых Карьеров Ну Через Грелок Все Таких Не таких Быстрых Карьеров Как Кинкобра Или Джиннис Когда На 5.40 Уже Что-то Есть Но Через 3-5 Грелок Батоны Вот Это то Чего Я жду Но Чего Ждем Вы Посмотрите В смысле Чего Ждете Вы Посмотрим Когда Прогноз Я буду Закрывать Снова У нас Такой Креативный Прогноз На то Какую Технологию Выберет Трэп Потому Что После Предыдущих Двух Достаточно Непростой Расклад Все было бы Забавно Если бы Можно было Сразу Несколько Прогнозов Такую Мини-линию Открывать На матч Ну знаете Отдельно Например Будет ли Заказ Молты Что-нибудь Такое Ну Длительность Там можно было Б много Накидать И параллельный Результат К сожалению Такой возможности Нет Пока По крайней мере Может быть В будущем Как-то Это расширят Еще Чтобы на эти Можно было экспрессы Набирать Там Что матч Будет до 15 минут С заказом Муты Через Твайлайт Там и победит Трэп Ну а тут Тем временем Старгейт Старгейт Выбирает Трэп В этот раз Я угадал Как и большинство Наших зрителей Кстати Похоже Что Результат Первого матча Ни одного Меня Впечатлило Еще и зрители И трэпа Тоже Все остались Впечатлены Только Сэрл Не под впечатлением Окей Давайте Посмотрим Что Из этого Всего Выйдет Почему На полчаса Там Меня Заряжает Каждый Прогноз Я не могу Понять Теперь Не забыть Его закрыть Напомните Пожалуйста Минутки Через 2 3 Ну короче Еще Когда Ничего Будет Непонятно В этом матче По идее При начале Через Таргейт Через 3 минуты Ничего Должно Быть Непонятно Но Наверное Полчаса Это Все-таки Слегка Перебор Трэпу Сэрл Случалось Сыграть Такие Игры Где И на 33 0 Будет Ничего Непонятно Но Конечно Таким Получается Далеко Не каждая Игра Да Потом Ввести Ставки На реальные Деньги И сразу Старкрафт Запретит Твич Да И наконец Мы будем Стримить На ютубе Ура Но Это Как говорится Не точно Ну Так-то Конечно Не обязательно Весь Твич Запрещать Можно Просто Стримером Запретить Использовать Ставки На реальные Деньги Не Что-то Слишком Сложно Звучит Пока Мне кажется Вот эти Ставки На баллы В основном Учат Нашу Аудиторию Тому Что Не надо Пытаться Ставить На реальные Деньги Потому что Большинство Людей Наверное В большинстве Случаев Все-таки Нифига Не выходит Плюс С этими Прогнозами Даже Несмотря На отсутствие Доли Казино Правда С другой Стороны Конечно Тут Немножко Абсурдная Система Потому что Не фиксируется Ведь коэффициент Ну ладно Не будем Углубляться В эту тему Второй Старгей Трэп Он-то Как раз В свою Тему Углубляется Да Вортекс Спасибо большое Традиционно 500 рублей Кто-то Получает Коврики Ну да Ну там За эти Масс Коврики Ж Была Небольшая Цена Сравнитель Миллионный Коврик На моем Канале Мейнкаста За победителя Ну и еще Конечно Те Зрители Кто Просто Купил себе Коврик Заказал Доставку Ко мне Домой Чтобы я Ну или Присыл Деньги Чтоб я Сам Все Это Сделал Расписался И Переслал Там Вам С Деком Или Почта Так Это Тоже Можно Договориться Конечно Но Я Понимаю Что Это Не Совсем Спортивно Если Кому То Просто Хочется Коврик И Все А так Конечно Вся Фишка В Мотивации Азарте В Дополнительном Интересе К просмотру Так Давайте Закрывать Прогноз Как раз Прошло Прошло Почти Три Минуты Мой Трехминутный Таймер По-прежнему Работает Действительно Чего Переживает Надо Просто Давать Себе Установку Через Три Минуты Закрыв Видите Многое Время Считали Более Выгодным На Шоу Талитике Ну кто там У нас 3db All Haylulu Кто из Зергов Играющих Комментирует Но Топовые Зерги По большей Части Все Так Препочитали Заказывать Армор Включая Сэрол И я Всегда Думал Что Это Из-за Того Что Все Так Ставка Идет На То Что Корраптер И Снайп И Сражаются Но В этой Игре Заказывают Грейт На Армор Тогда Таймер Работает Через 40 Смут Делать Инъекцию Тоже Должен Работать Не Нифига У меня Таймер Только На Три Минуты Есть Могу Делать Инъекции Раз В Три Минуты Я Рассказывал Несколько Раз Эту Историю Что Мы На Тренировках Парусных Брали Трех Минутные Старты И Брали Мы Их Настолько Много Что Таймер На Три Минуты Путавшую В Голову Я Могу Довольно Точно Засекать Не отсчитывая Время Просто Дать Себе Установку Мы Как-то Экспериментировали На стриме И Вроде Получилось Там Точность Несколько Секунд Это До сих Пор Работает Но Может быть Со временем Все-таки Перестанет Но Пока Чаще Всего Я проверяю На Микроволновке Потому Что Три Минуты Это Достаточно Такой Хороший Таймер Чем-то Подогреть И Я Просто Прихожу За пару секунд Выключаю Чтоб Обещать Так В этот раз Сэрл Наверное Все-таки Пропустят Ловушку Только Она Далековато Поставлена Она Не Срабатывает На Дронах Очень Прикольный Пуш Тут Сэрл Он Пришел Королевы Кораптеры И Бинги У него Там Буквально Пара Реведжеров Каких-то И Он Приходит Чисто Под Первых Карьеров Ну Как Первых Их Там Уже Брать Шесть Штук Но По крайней Мере Их Еще Не Особо Много Тут Не Сталкеров Не Архонов Самое Главное И Есть Возможность Пытаться Этой Армии Не Дать Скопиться И Пока Чето Даже Батарейки Не Особо Вытягивают Куда Там Отстрелялись Драптеры Я Вообще Не Видел Но Нам Показывали В основном Бой Караптеров И Карьеров Ну Что Это Интересный Ответ На Масс Карьеров Просто Куча Королев Которых Рейнер Кстати Тоже Делал Вот Только Вместо Сурового Макро Караптеры С Апгрейдом На Армор И Вперед Весьма Любопытно Честно Горя Я Даже Вот Не Знаю У Меня Кончились Экспертные Советы Для Трэпа Не Знаю Что Ему Предложить Дальше Третий Сет В этом матчапе Я Насколько Я понял Выбирают Зерги Здесь Можно Отыграть Через Золотую Локацию И Учитывая Что Сэрл Впереди С Таким Комфортным Преимуществом Почему Бы И не Попробовать Если У него В принципе Есть Стратегии Заготовленные Для Ранней Игры То Наверное Хорошая Карта Чтобы Попробовать Одну Из Них Через Раннее Золото Быстро Протянуть Скрип Да Многие Называют Лучшие Карты За Годы Хотя Казалось Бы Да И Цвета И Количество Локаций И Эти Хай Граунды Вроде Бо Все Должно Быть В пользу Протасов Вплоть До Названия Ан Нет И Сэрл Действительно Ставят Хатчера На Золоте Трэп Управляется Туда Прямым Курсом Находят Ее И Любопытно Посмотреть Может быть Надо чуть Более Разнообразно Протосом Отвечать На Подобные Вещи Придумать Как-то Ну или Второй Гейт Не знаю Лифар Джу И Фотоник Но Все Так Зерк Далеко Да Он Не Может Дронов Сорвать Туда Здесь Может Быть Реально Надо Ставить Гейт Форджу Ну То 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 Ты Так А Ну Окей Все У Соперника Будет Более Сильный Билд Ну И Все Я Стандартно Поиграю В Принцип Как Это Похожие Чувства Протаса Наверное Испытывают Когда Сталкивается С билдами Аля Макс Пакс Типа Один Гейт Нексус И Протас Такой Типа Играет Через Два Гейта То То Вроде Там Халява Вроде Надо Бы Наказать Но В принципе Грамотный Игрок В Гейт Нексус Отбивается Почти От Всего И Ты Такой Ну Блин Ну Ладно Я Не Могу Наказать Тоже Поставлю Нексус Попробую Догнать Из Отставания Бывают Конечно Игры В которых Удаётся Пробить Таких У нас Батарейками Наверное Чаще Мы Видим Такие Игры Где Нет От Лайтвейт Пишет Что Золото Не Наказать Ну Либо Наверное Наказать На Очень Большой Ценой Это Тоже Проблема То есть Одно Дело Что Ты Можешь Типа Зафотонить Но Если Ты За Это Поставишь Шесть Пилонов Там То Оно Того Просто Не Стоит Ладно Роботикс После Твайлайта Че Прогноз Не Закрываю Твайлайт Уже Вообще Достроился Давным Давно Так Твайлайт Или Робо Трэп Убирает Эту Ветку Технологий Посмотрим К чему Это Приведет Пока Двухминутный Двухминутный Или Тридцатиминутный Прогноз Переставляем На Исход Матч Это Все Таки Глэйвы Вы Знаете Я Почем То Ожидал Даркшрайм Но Трэп Убирает Через Глэйвы Как Раз По Такой Игре Если Попробовать Даркшрайм Два Дарка Чарж Хотя Опять Таки У оппонента Роуч Ворон Агрессивный Билд Более Сильная Экономика Чем По Стандарту Может Быть Это Даже И Хуже Чем Против Вообще Стандартного Билдазерка Не знаю Нам Показывают Что Трэп Был В плюсе Пока Дроны Ехали Теперь Сэрол Вышло Достаточно Существенное Преимущество Хотя Разрыв По Дронам Между Дронами Пробками Не такой Шо Большой Поправляются Вперед Адепту Трэпа Достраиваются Трегита Вроде Играет Стандартный Плат Пурс Четырех Насколько Я Могу Судить Говорят Стрэндж Постоянно Обыгрывает Макс Пакса Однобазовым Малыном Против Гейт Дексус Надо Будет Как-нибудь Заценить Стрэндж Макс Пакс Если Они Попадутся На ESL OpenCup У нас ESL OpenCup И вернутся До 20 Помню Числа Будет Понедельник Ну И В субботу 18 Планируется Кабер Мастер Легон Так 6 Нет 6 6 Гейтов Там Крэп Играет В этот Раз В точности Тот Билд Который Награл С Рагнарок Он Тут Много Королев Такое Количество Адептов С ними Могут Подраться Подзависла Картинка Мой Комп Прям Не любит Адептов Ноутбук Компьютера Как раз Все Хорошо Сигнал Падает Толи Троплинг Перепрыгивают Адептов Минут Урал Ну и У СРЛ 38 То есть Он То ли Ничего Не потерял По дроном То ли Почти Ничего Не потерял Да Но что-то С голосом Это Видимо Потому Что Как раз Зависает Передача И Картинки В мою Сторону И Голоса От Меня Да Напоминаю Что мы договорились Что когда Голос Начинает Квохтать Надо Ставить Радужную Кап По не Очень Сложной Аналогии Трэп Достраивает Имморталов Но у Него Все Еще Нету Третьей Базы Пока Продолжает Весьма Агрессивно Играть Запрыгивают Но Прямо В роуч И по Итогу Это Помас Ро Отбивается Как вам Кажется Трэп до Конца Лыни Это Чистый Чистый Двух Базовый Лын Адепт Ну Иммортал Уже Потерян Пытаются Трэп пишет Джи-Джи Пока Безальтернативно Безальтернативняк Вот Если можно Изобразить Такое слово Сэрл Доминирует Целиком И полностью Счет 3-0 И Трэпу 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 Какое-то Чудо А не Просто 6 гейтов Глейв Пуш Четвертый Сет Это будет Карта 2000 Атмосфер В левом Нижнем Углу Появляется Сэрл Правым Верхнем Появляется Трэп И мы Наблюдаем Стандартный Дебют Хата Газпул Зерк Тос Соответственно Ставят Гейт Нексус Еще одна Большая И макроориентированная Карта Точно так же Сложно Здесь Предположить Если Трэп Хочет Пытаться Еще раз Сыграть Лейтгейн То Наверное Это Один Из Подходящих Моментов Одной Из Где Это Можно Было Сделать Пока Оставляет Своего Рабочего Видит Выбегающих Лингов Сэрл Дальше Делает Скорость И тем Самым Лингом И Одного Возвращает Назад Видимо Чтобы Поймать Пробегающую Пробку Попытка Заблочить Третья Ненадолго Ее Хватило Но Немножечко Попозже Хата Поставлен Но Учитывая Что Сэрл Все равно Заказал Скорость Слингом Раньше Он По-моему Не особо Что-то Вложил И Трэп Выбирает Старгейт Давайте Наверное Сейчас Я Прожму Этот Прогноз Открою Следующий И пока Закроем Сюда Страницу Где Они Делаются Потому Что Ну Как и Любой Современный Браузер Прилично Грузит Потом Посмотрим Может быть Я смогу Делать Это Через Телефон В Перерыве Между Играми Разберемся С этим Вопросом Ну А тем Тем Временем На Третьей Нексус Выходит Трэп Но Как и Всегда Наверное Через Старгейт Игра У него Через Боидры Оракул После Каждой Игры Я смотрю Регулярно Прилетает По 50 Рублей У нас Уведомления На экране Только За 100 Рублей Но По всей Видимости За каждую Победу Сэролада Или За каждую Победу Зерга Кто-то Брасывает Не могу Сейчас Посмотреть Кто Спасибо Этому Доброму Человеку Напоминаю Что Сейчас Достаточно Хорошо Работает И другой Способ Поддержать Каналы Трансляции Через Покупку Мерча В магазине С нашими Принтами И все Кто сделает Любой Заказ До нового Года Заодно Поучаствует В конкурсе От компании Принтвар И Три Человека Выигрывают Призы Спортивный Костюм Худи Спринтом На свой Выбор Ох Как Красиво Трэп Улетает Здесь Оракул На Красных ХП Прям Почти Тот Самый Знаменитый Оракул Трэпа Первые Источники Которого Помнят Наверное Нынче Зрители Штуки Три Из Которых Один Я Второй Алекс Ну И Третий Кто Нибудь Потому Что Первый Источник Был Где-то В Дебрях Американских Году В Тринадцатом Или Четырнадцатом С тех пор Трэп играл Оракулами И хорошо И плохо И по-разному Собственно Оракулы Трэпа Как Понятие Ну Наверное Не столь Популярно Как Какие-нибудь Ордены Тарсена Не все В общем-то Мемообразное Прижилось В сленге Когда-то Алекс Помнится Продвигал И Ну Вот Тест Дон Регу Например Остался Да Более-менее А Орден Силы Особо Не Распространил Крик Как Орден ММА Наверное Нынче Помнит Только Ему-таган Есть У нас Такой Зритель Большой Фанат У Игрокам Апгрейд На Блинг У Трэпа Параллельно Кстати Вообще Блинг Пастерги Это Такая Специфическая История Она Мне Недавно Подписал Что Такое Играет Например Hellraiser Регулярно От Других Тотсов Мы Это Режем Видим Но Вот Недавно Кто-то Уже Играл Может Как Раз И Трэпа Может Быть Как Раз И Против Сэр Потому Что Хотя Нет Ну Ладно Есть Тут Такой Интересный Переход Ну То Что Трэп Сыграл В Два Оракула Уже Намекает Что Он Не Играет В целом У Массовой Дрейф В Какой То Воздушный Лейп Но Ох Ты Какая Ловушка Здесь Залетает Но Дальше Вообще Чуть Ли Не Блин К Пуш Вот К Приходит Протос Куча Блин Сталкеров Форсфилд Сэрл Разрушает Форсфилд Реведжер И Пытается Выдавить Эту Армию Отсюда Сталкеры Сами По Себе Не То Что Какие То Особо Боеспособные Честно Говорим Особенно Учитывая Что Там Заказ 30 Лингов Смол Вот Прибегут Сюда Трэп Тут В общем-то Неплохо Вымикривает И Подкрепление Переходит Перехватывать Королев Но Правда Для него Это Довольно Сложная Задача Потому Что Микрить Блинг Сталкеров В Двух Разных Местах Никто Не Может Даже Альфа Старк У Него Было Если Помните Ограничение На Потому Что Все-таки Цель Была Не В том Чтобы Любыми Средствами Обыграть С Того Же С С Показать Как Нейросети Могут Обучаться Мне кажется У некоторых Зрителей Игроков Старкрафта Присутствует Некое Непонимание Того Зачем Вообще Была Вся Ипотия Старк Хотя Казалось Бы Куда Уж Подробнее Да Ну Естественно Много Букв Никто Не Читает Все Ладно Там Robotics Bay Там Архивы Тампларов Если Вообще Не Тамплиер Выходит Трэп Дальше Куда То В Колосс Арахонов Раз У него Наземные Мидгейм Не Значит Что Он Точно Останется На Этой Технологии Результатом Его Пуша Стало То Что Он Все Так Забрал Оппоненту Четвертую Базу Это Дает Ему По крайней Мере Какое То Превосходство На Карте Какую То Инициативу Можно Так Сказать Асер Он Решил В этот Раз Выходить В Люру Видимо Именно Против Масс Блинг Сталкеров Его Не Особо Все-таки Привлекает Идея Играть В чистых Роучи Реведжера Бэйнов Тут Просто Такая Тема Что Опять-таки Бэйна Очень Невыгодно Размениваются Со Сталкерами И И Коль Скоро Там Нет Ставки На Иммортал Наверное Правда Проще Выйти В Гидролюркеров Но Правда Конечно Это Вложение Так Опасно Получается Сарал Сидит В итоге На Достаточно Низкой Экономике У него Всего Лишь 66 Дронов Но При Игре В Люркеров Это Достаточно Частая Ситуация Позже Можно Это Соотношение Как-то Изменится Ловушку Прикольно Ставит Трэп В итоге Не дает Достроиться Соперник Кинул Сорок Туда Пастка Развив Боя Ловушка Лопнула Трэп Снова Приходит Спушивает Четвертую Снова Сорок Который Ставил Я Именно С Этой Стороны Ее По всей Видимости Здесь И Теряет Еще И был Выход В Нидус Наверное Чтобы Люркер Перебросить На Мейн И по Мойму Люркеры Успели Переброситься На Мейн Там По крайней мере Что-то Активно Мигает На Мейне Тосом Да Успел Закопаться Люркер Причем Один В Минеральной Линии Трек По всей Видимости Там Эту Проблему Потихоньку Решает А тут Создает Другую Проблему Сопернику И снова Убивает Четвертую Хату И Люркер И третью Интересно Воспользовался Этим Инструментом В итоге Очень плотная Очень Контактная Игра Руч Раведжеры Продолжают Преследовать Этих Сталкеров Тут Иммортал Всего Два Наверное Еще Один Притм Или Там Мархон Я не видел Кого Туда Трэп Посадил Есть Еще Мортал Ну Против Роучи Есть Кем Воевать Против Люркеров До Определенного Момента Есть Чем Выбивать Люркеров Кажется Вот Пока Тот Момент Не Настал Сейчас Роу Прикольно Поделил Войска Внезап Он Выбанил На себя Армию Тоса Здесь Просто Заходят Пробивают Юниты В стенки Отключают И Отключают Роба Они В итоге Соро просто Ткнул В Нексус И Забил Пока Варни Контролит Здесь Бросает Байла И Кажется Попадает По Архоном Отступает Под Люркеров Но Тут Четыре Мортала Если бы Как-то Люру Профокусить Прямо На ней Стоят Реведжеры Прочем Будто Успел Все равно Нажать Но Урона Там Залетело Много И Приходится Отступать Трэпу При этом Тут у него Все еще Проблема Он потерял Таким Нексус На натурале Да Варпал Что-то Домой От этих Роучей В итоге Отобьется Шторм У него Кстати Вот Будет Готов Да Но Что тут Получается У него Три базы Ну Сэрла В принципе Тоже Наверное На три базы Да Получается Майн Закончился Там Четвертый Толком Не работает Хотя Правда Интерфейс Показывает Что Сэрл Добывает Намного Больше Ресурсов Прежнему Что Для Трэп Это Атака Наверное Носит Характер Оуиновой Пробивает Ли Он Сложно Сказать Сеть Нидуса Определенно Столько Уничтожить Чтобы Не было Там Никаких Сюрпризов Тем Временем Имморталы Добивают Хату И Видимо Трэп Убивает Оппоненту Сразу Две Аморкации Сейчас Но У Сэрла По-прежнему Трехкратное Преимущество Боевом Лимите И Рабочих Тоже Больше Трэп А там Подскопились Ресурсы Но Натогный Протас Один За Варп И Проблема Решится Сама Собой В верх Нем Вылетает Трэп Ну А там В закате Уже есть Вайпер Правда Чем Они Помогут В данный Момент Мне Не особо Понятно Гидры Совсем Мало Фокус Призму Не Получится Тянуть Имморталов Ну Ну Может Быть Возможно Сэрл Просто Опасается Что Поверится Дизы Он Не Знает Что Дизы Тоже Продвигают Видео Так же Как И Обычные Ларики Впрочем Какая Разница Вреди Скоро Собираются Всем Отключить И Вам Будет Дозволено Быть Только Довольными И Все Кстати Внезапно Я задумался Что Довольно Предсказуемо Это Приведет Ровно К Одному Типу Последствий Все Кто Раньше Могли Бы Просто Прожать Дизлайк Теперь Обязательно Напишут Под Видео Плохой Коммент И Но С другой Стороны Конечно Можно Отключить Комментарии Но Тогда Не будет Хороших Ну да Ладно Эту Тему Мы С вами Уже Как-то Рассуждали Ютубу Конечно Виднее Что Мы Хочем Сделать Со своими Каналами В конце Концов Лишь В Видосе Можно Было Смотреть По Возможности Бесплатно Ох Какой Шторм Тут Не Худит Сыру Совсем Не Бесплатно Он Прошел По Этому Мосту Ну А Здесь Тем временем Контратака Четырьмя Дюркерами Она Отменяет На Аксос Это Конечно Неплохо Вот Как раз Вытянул Сэрел Имморталов И В чем Прелесть Этого Мува Мне Честно Горя Совсем Не Очевидно Имморталы Просто Пожали Плечами Отошли Обратно И Все Помнится В свое Время Когда Акдак Тук Появился В игре Мне казалось Что Его Надо Обязательно Комбинировать С невральным Паразитом Или С микозом То есть Вытянул И Что Колоссов Ты Должен Вытягивали Они Просто Уходили Назад Зергали И Сейчас Правда В игре Есть Лерка Дура Поэтому Она Иногда Юнитов Может Взорвать Но Вот Например Не В этой Ситуации В этой Ситуации Трэп Заходят На Мейн К Зерку Но Тут Зерг Внезапно Эту Армию Все Таки Убивает У Трэпа Остается 35 Лимита 9 Боевого 24 Уничтожен Теми Самыми Леркерами Трэп Пишет Джиджи Сэрл В хлам Разносит Лучшего Протуса Мира Вот Вам И Имба Протасеки Но В принципе Наверное На матчап Конкретно Пвз По крайней мере На профессиональном Уровне Никто Из Зергов Давным Давно И не Жаловался Кроме Как Рейнер Говорил Что Играть Просто Скучно Каждый раз Одно и Трэп Ну Старался На этом турнире Играть Максимально Разное И против Разных Игроков Это работало Но против Сэрла Это не Сработало Вообще Ничего Что пробовал Сделать Трэп Толком Не зашло Последний Сет Получился Интересным С этими Качелями Разменными Но Все равно Этого Было Недостаточно И в итоге В гранд Финале Мы увидим Рематч ЗВЗ Сэрл Против Роуга В этот раз Роуга Будет преимущество В одну карту И для него Это конечно же Очень хорошая Заявка На победу На ТСЛ8 Роуга